Привет, красотка! И в эфире наша постоянная, очень долгожданная, всеми любимая рубрика Beauty Lifehack от Сашки Пасновой. Девочки, знали бы вы, как долго я набирала этот топ пяти лайфхаков, которыми я сегодня хочу с вами поделиться, потому что, мне действительно кажется, я уже поделилась всем, что я знаю. Повторяться мне не хочется и делать видео просто ради того, чтобы, типа, снять видео на эту тему, собрать какие-нибудь всем известные лайфхаки. Нет. Поэтому я собираю самые вот сливки. У меня действительно в заметках на телефоне есть отдельная заметка, называется Beauty Lifehack, и я их прямо, знаете, по крупицам собираю. Если мне что-то в голову приходит, или я осознаю, а вот можно так делать, я сразу туда записываю и жду, когда наберется топ, чтобы снять такое видео. Ну что, я не буду долго болтать, не буду вас задерживать, мы сразу перейдем к сути, но единственное, что хочу напомнить, досматривайте видео до конца, потому что в конце видео, как всегда, конкурс на косметику, на наборчик, на записочку от меня. И, признаюсь честно, автор первого лайфхака не я, нет. Но мой муж, он на такую тему видео снимать не будет, поэтому я забрала его лайфхак в свое видео. Этот лайфхак об осознанном потреблении, девочки, даже так. Каждый день мы используем кучу ватных дисков для того, чтобы снять макияж, нанести тоник, там что-то еще распределить. И вот когда я Дениса подсадила на тоник, он меня послушался, но понимал, что ему достаточно половины ватного диска, чтобы нанести средство на лицо. И что он начал делать? Рвать ватный диск на две части, девочки, и использовать половинку ватного диска. И это гениально. Почему? Потому что, ладно, иногда действительно нам нужен целый ватный диск, иногда даже два или три ватных диска, чтобы смыть макияж, потому что у нас там, если был тональник, хайлайтер, тушь и так далее, это ясно. Но иногда, чтобы нанести средство, например, тот же тоник, действительно хватает половины ватного диска. И вопрос, зачем потреблять больше, зачем платить больше, зачем тратить больше, если ты можешь использовать половину ватного диска. Может быть, кто-то так уже делает, и кто-то до этого тоже дошел сам. Так что вот, забирайте себе в копилочку этот бьюти лайфхак. Я прямо им горжусь, точнее, горжусь мужем своим, что он это придумал. А мы переходим к следующему лайфхаку. Следующий бьюти лайфхак будет безумно полезен тем, у кого длинный волос. Ну, или хотя бы, не знаю, у меня считается длинный волос или нет, но, наверное, да. Я не знаю, как вы, но я никогда не знала этой магии, как правильно завернуть волосы в полотенце, чтобы полотенце не развязалось через 2 минуты, и чтобы волосы высушились, и чтобы вся эта штука билиберда на голове мне не мешалась. Я нашла потрясающую вещь, которую можно заказать на Алиэкспресс за 40 рублей или за 60. Это такой тюрбан, в который вы помещаете свои длинные волосы, закручиваете это полотно и прикрепляете на пуговку вот сюда. Во-первых, ты забываешь о том, что у тебя вообще есть эта шапочка, волосы сушатся, пока можно нанести там маску на лицо или просто заняться своими делами. Мне кажется, эта ткань похожа на флиз, но, по сути, она должна очень хорошо впитывать, и она действительно хорошо впитывает. Когда я начала искать аналоги на Алиэкспресс, там вообще, знаете, пишут а-ля, сохнет за 5 минут, ты только свои волосы завернул туда, 5 минут проходят, и все, они сухие. Ну, конечно, нет, они не будут сохнуть за 5 минут, но, возможно, это действительно быстрее, нежели ты будешь носить все это время полотенце. Потому что я не сушу свои волосы феном никогда, я их сушу естественным путем, то есть они как бы сохнут сами. А таким образом они еще и первое время не будут мешать. Следующим лайфхаком я тоже очень горда. Недавно я мыла все свои кисти для макияжа, и у меня встал вопрос, как их сушить, потому что нужно их сушить вертикально. Они занимают много места, и я придумала, как мне кажется, гениальный способ, как не только их сушить, но как их вообще хранить. Нам нужно что-то плоское, а-ля планшетки, знаете, когда ты читаешь доклад, там планшетка вот такая вот есть. Или просто, короче говоря, доска для резания. Или что-нибудь, в общем, достаточно твердое, что держит хорошо форму. И также нам понадобятся резинки. И дальше мы просто между этими резинками закрепляем кисточки так, чтобы нам было удобно. Но суть в том, что так они будут сушиться лучшим образом, да и мешаться нигде не будут, и храниться будут хорошо. Если вдруг захотите так попробовать сделать, то обязательно присылайте мне в сторис, то есть отмечайте меня в сторис ваши идеи, ваши вот такие работы, я буду вас к себе обязательно репостить. А мы переходим к следующему лайфхаку, и он очень актуален зимой. В то время, когда наша кожа особенно сушится, использование кокосового масла как лосьона после душа. И более того, знаете, какая у меня рекомендация? Когда вы сходили в душ, не вытирайте себя прямо насухо, то есть оставьте вот эти капельки воды и прямо на эти капельки наносите кокосовое масло. Кокосовое масло таким образом работает намного лучше, и просто вы не узнаете вашу кожу с утра. Вот серьезно, вы будете прикасаться и думать, боже мой. А если вы будете делать это регулярно, то есть хотя бы там в течение недели, вы уже заметите результат, особенно на логоточках. Да и в принципе для кожи всего тела это будет очень полезно, очень приятно. И кстати, это такой мини лайфхак в этом лайфхаке. Если у вас трескаются губы, я думаю, сейчас это каждый второй человек, ничего так эффективно не спасет ваши губы, как кокосовое масло. Девочки, это просто что-то невероятное. У меня три дня подряд я не могла вылечить, так сказать, свои губы, они трескались. Еще это очень сильно мотивирует тебя вот так вот постоянно корябать губы или их зубами ковырять. Это просто отвратительно. И у меня, как знаете, круговорот этот был. Я мажусь бальзамом, потом у меня снова вот эта корочка появляется, ее хочется содрать. Я снова иду на улицу гулять, снова обветриваю губы. Я так делала дня 3-4 и просто потом оптиханула и взяла обычное кокосовое масло, нанесла его ватной палочкой, наносила его 2 раза в день. И за один день, то есть к следующему утру, у меня губы были как, я не знаю, напитанные медом, знаете, просто супер увлажненные, мягкие. И самое главное, что гладкие, ну то есть без шелушений. То есть кокосовое масло это вообще что-то действенное средство для всего. И для волос тоже вы используете, но я вам много раз уже говорила. Девочки, простите, что так поздно, но присоединяйтесь ко мне, берите чаечек. И мы перешли к последнему лайфхаку. И он будет связан с педикюром или маникюром. В общем, если вы дома себе сами стрижете ногти, то, наверное, вас очень раздражает, когда вы щипчиками, именно вот знаете, не ножницами, а щипчиками пытаетесь подстричь ноготь. И он просто улетает на другой конец земли. А потом, через так, недельку вы где-нибудь его находите или встаете на него и укалываетесь. Ну, в общем, возьмите эти самые щипчики, возьмите любой скотч и обмотайте края этих щипчиков так, чтобы, когда вы будете снова обстригать свои ногти, кусочек ногтя не улетел в другую комнату, а остался внутри. Был бы еще какой-нибудь лайфхак, который также задерживает ногти, когда ты ножницами их стрижешь. Потому что я сейчас Еве, например, стригу ножницами ногти. И они всегда куда-нибудь там улетают. Ну, ладно, они очень мягонькие, очень маленькие, в принципе, ничего страшного. Но она уже, знаете, начала ползать, поэтому, мне кажется, когда-нибудь она найдет какой-нибудь кусочек своего ногтя, который улетел. Ну что, а мы с вами дошли до конца видео. И это значит, что время конкурса. В этом видео я разыгрываю полноценный набор для идеальной улыбки. А именно, красную помаду от Maybelline, которая подчеркивает белизну зубов, черную зубную пасту от Splat, а также щупа-чуп с ксилитом. И по традиции нужно всего лишь подписаться на мой инстаграм, подписаться на мой канал и написать в комментариях к этому видео какой-нибудь новый лайфхак. Девочки, давайте следующее видео предоставляете информационно вы. Поэтому я попрошу от вас какой-нибудь новый лайфхак. Вот, знаете, может быть, это чисто на вашей практике проверено. Или бабушка подсказала там лайфхак ее молодости. В общем, что-то такое новое и уникальное. Потому что я уже, мне кажется, рассказала все. А рубрику вы эту очень любите. И вообще, это такой концентрат полезной информации. Поэтому давайте поддерживать ее. Ну а я с вами, красотки, буду прощаться. Снова приглашу вас в свой инстаграм. И вы, конечно же, улыбайтесь чаще. И помните, что вы самые настоящие красотки. Почаще говорите себе это в зеркале. Это важно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»